В Русском музее в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа представлены произведения известного живописца конца 19-го начала 20-го века Михаила Александровича Врубеля. Однако далеко не все знают, что он отличался редкой многогранностью дарования. Художник-модернист был мастером монументальных росписей, театральных декораций, а также графиком, скульптором, керамистом и даже архитектором. Выставка в Русском музее отличается тем, что именно там, кроме картин, представлены малоизвестные скульптуры и керамика Врубеля. Шедевры великого художника связаны с годами работы в мастерской Абрамцева. Именно там, в гончарной мастерской, ярко раскрылся его талант как скульптора и керамиста. Выполнены им майоликовые вазы, декоративные панно, изразцы для каминов и статуэтки. Открыли новую страницу в истории русского декоративно-прикладного искусства. Вазы, пепельницы Врубеля, которые представлены в Русском музее, большая редкость на выставках. Голова львицы стала впоследствии эмблемой абрамцевской керамики. Декоративная майолика Врубеля славится точностью линий и законченностью образов и сюжетов. Особенно завораживают керамические фигуры, которые обладают прорисованностью черт, множеством деталей, выразительностью мимикой и жестов. Достаточно взглянуть на майоликовую египтянку, созданную в период творчества в Абрамцева. Неравнодушие к таинственному дыханию Востока отражено и в скульптурной композиции «Идущая египтянка» в вазе египтянин, футляре для часов в виде Будды. Кроме того, художник часто воплощал в своих произведениях сюжеты народного эпоса, древнегреческой мифологии и литературы. Так, например, на выставке присутствуют работы с фигуры Садко, скульптуры царя Бериндея и Нептуна. Особенность этих произведений в том, что он стремился точно передать чувства и эмоции персонажей. Взгляд на них дает ощущение реалистичности происходящего, замирания момента на пике развития событий. Отдельная часть творчества Врубеля – керамика для печей и каминов. Огромное разнообразие печных изразцов невероятной красоты выполнено руками художника, в том числе камин Микула Селянович и Вольга, представленный на выставке. Модернист уходит от общепринятых канонов и подает зрителю керамику под новым углом зрения. Он создает на камине керамическое панно из изразцов, открыв новый метод декорирования. В основе сюжета встреча двух героев-былины, столкновение двух характеров. Их персонажи приобретают с помощью множества приемов, начиная от мимики и позы героев и заканчивая характерной для автора цветовой образностью. Так на выставке можно увидеть, как необычный и непонимаемый ранее модернистский стиль Врубеля полностью раскрывается через его творчество в области скульптуры и керамики.